Интересная у нас же череда кредит каких-то получается. Вчера буквально почувствовал себя крупным специалистом в области сборки мебели. И вспомнил, да в общем-то 25 лет назад я этим и занимался. То есть тогда мне было не западло выкопать, допустим, туалетную яму и набить полтора километра штакетника, за что я получил зарплату 700 рублей в месяц. Ну такая была, шабашечка небольшая, в 9 классе, в папе съездил. Я приехал на торговые ряды на автомобилистов вчера же, опять же. Взял здесь две классные столешницы и собрал за 5 минут себе оборудование в бар. То есть ничего сложного нет. Сэкономить даже просто на установке 1000 рублей, потому что за меньшее у нас люди-то и не работают. Представляете, приезжает ремонтик у вас, розетку поменять. Что сложного-то? 500 рублей. Зачем это надо делать? Когда можно все сделать своими руками. Буквально, полностью собрать бар. Потому что здесь, на торговых рядах на автомобилистов, есть замечательный отдел. И мы вам сейчас его покажем, где вы можете сэкономить и очень крупные суммы, при этом сделав все своими руками. То, что молодая Зелина, возможно, и не понимает. Но Советский Союз, наследник России, Российской империи, славился знаниями, навыками и потрясающей работоспособностью. Мы без инструментов творили чудеса и, по сути, жили в самой счастливой стране мира. Если выключить идиотские телевизионные каналы и включить генетическую способность быть самыми умными, то историю с пять повернуть легко. Когда есть возможность, есть инструмент и есть место где. И пусть это не супермаркет, а достаточно небольшой павильон торговых рядов на автомобилистов, но мал золотник да дорог. В данном случае дорог опыт, то есть возможность сэкономить деньги, достающиеся нам дорогим трудом. От в тесноте до не в обиде, зато выгода очевидна. Знаете, сколько стоит прихожая? Если меньше 15 тысяч вы найдете, то это вряд ли. Из чего собрана прихожая? Обыкновенная прихожая, ну, грубо говоря, это несколько панелей из прессованных, из клейных опилок. И вы уже за это дело деньги вот такие платите. Я вам три секунды сейчас объясню, как сделать прихожую за две минуты ровно. Сюда, в 42-й павильон. Полка для обуви трехполочная. 1100 рублей. Хлоп. Делайте вот так вот зеркало на четыре точки к стене. Ну, так, чтобы невысоко было. И сверху, вот, пожалуйста, любая вешалка. 950-760 рублей. 490, а так нормально. Делов-то закрутить, ну, грубо говоря, полка так ставится, а четыре самореза на чопике туда хлоп, и все. И вот вы уже классный специалист. Сколько денег я вам сэкономил? Червончик-то минимум, а то и двадцатку, а то и сотку. Из того, чем вы на протяжении всей жизни активно пользоваться будете, ну, год максимум. А есть еще и кухонные гарнитуры, и шкафы, и многое из того, что, по сути, собирается на раз-два. Вот теперь про бизнес-кафе. Кафе, рестораны. Часто так получается, что что-то выходит из строя, и вам необходимо поменять. Ну, либо сделать так называемый фейслифтинг. То есть, немножко антураж, чтобы изменился. И вы не хотите попадать на деньги. Я вас понимаю, я так же себя прекрасно понимаю. То есть, если у вас, допустим, барные стулья через определенное время кончались, ну, их сломали в конце концов, то целиком можно их купить за 1200 рублей. Хорошие, настоящие барные стулья, которые, ну, сварка, на которых будет держаться достаточно долго. Теперь вопрос. Они что, все должны быть такими? Да нет, конечно. О, не нравится желтым, забабахайте, зеленым. Делов-то. Четыре дырки и четыре самореза. Работы ровно, ну, на минут на пять, наверное. А то и меньше. При наличии банального шуруповерта, под который и заточено все представленное оборудование. То есть, все можно сделать своими руками, имея хотя бы базовый навык. Вы что, думали, я такой белый и пушистый, что ли? Да нет, я уже злой крокодил, понимаете, который любит откусывать нижние части тела у наших бизнесменов. И все, кто передо мной провинился, пострадают, поверьте мне, больше никому не прощу. Взять, к примеру, квартирный вопрос. Я ему заплатил 120 тысяч рублей за эту кухню. Знаете, до сих пор она не доделанная. И чувак как-то себя странно ведет. Он что, забыл, что ли, что я телезвезда, а он просто мебель изготавливает. Ну, это, к слову, о том, сколько они наворачивают, да? То есть, вот барная стоит. Красивая такая, да? Хорошо крепится, много всяких примочек для фужерчиков, для чего? Для рюмочек, все. Раньше такую штуку, и я думал, что та же самая контора запарила за 15 тысяч рублей. Труба одна стоит всего 550. Дальше вы навешиваете, что хотите. Кстати, красиво получилось, задумываю себе. Может, себе такую вещь поставлю. А остальные вещи тоже для бара, там вот трубку к стене красивую перекрутить, и уже можно много чего приделать. При этом, ну, даже если вы купили здесь же на автомобилистов, на торговых рядах на автомобилистов кухоньку, недорогую, всего там, ну, за 3,5 тысяч есть вот такая, то сделать так, чтобы она вот так смотрелась, это очень легко. Хромированные вещи повесили, и все. И есть куда вилки сложить и тарелочки поставить. Ну, и рюмочки, естественно. При этом цены 450, 210 рублей, 250, 270. Ну, вы за 200 рублей вообще что-то можете в жизни купить? Можете. Сходите разочек покушать в Макдональдсе. Ну, в отличие от молчаливых и гнусавых, мочить будем всех. Особенно после того, как мастера квартирного вопроса продырявили нулевый линолеум, причем в нескольких местах. И после того, как ихняя мебель через полгода стала разваливаться. Так что мебель на заказ это не панацея. Все делаем своими руками. Вот выход. Особенно приятным становится ощущение того, что если бизнес не пойдет, то земля не развернется. Потому что главное при покупке оборудования торгового не покупать его задорого, а покупать его еще и высокого качества. Живучее торговое оборудование, оно пригодится и у вас дома. Потому что я своей супруге сказал, ну, в крайнем случае у тебя появились еще и несколько замечательных столов, которых раньше так не хватало в нашей трехковной квартире. Но это шутка. В действительности, даже если вас арендодатель прижимает, вы спокойненько с полным ассортиментом своего торгового оборудования перейдете в чистое поле. Потому что все шашлычные, которые раньше были популярны, да и они популярны и сейчас, сделаны из горбыля, потом оно обшито снаружи непонятно чем, а внутри просто пластик. Главное это торговое оборудование. А бизнес можно начать везде, где угодно. И я в конце концов понял, что можно было еще сильнее сэкономить. То есть у меня стол получился за 5000 рублей. А если бы я здесь, в 42-м павильоне, купил просто ножки для стола, который стоит, ну, всего там 150-200 рублей, то вот это все можно было сделать из обычной фанеры. Ну, а затем уже скатерочку просто кинул, и вот у тебя нормальный стол. Но это уже для тех, кто очень хитропопый, типа меня.